Это наша земля муниципальна. Мы сейчас говорим, почему она образовалась или кто ее организовал? Это же муниципалитет. Там битум, там что-то такое. В том числе, основная масса это все-таки резинотехнические изделия. И опять же, мы сейчас можем, я уже приводил пример, можно валить все на муниципалитет, и муниципалитет в любом случае обязан будет эту свалку убрать. Он никуда не денется. Это вот закон, вот есть надзорные органы, которые также, в том числе и за администрацией, сейчас уже выписано предварительное представление, чтобы убрали всю эту свалку. Но мы сейчас говорим о том, что мы можем бесконечно убирать свалку, но кто-то экономит деньги, а кто-то, получается, за них... Территория ваша, да, и здесь в этом плане, я думаю, что тоже, и к вам обращаюсь, вы, может быть, тоже, как бы, там, поддержку окажете, потому что, ну, там, я был там, то есть достаточно узкий проезд, да, там, ну, мимо ваших предприятий, ну, может быть, там, не знаю, камеры, может быть, у вас есть какие-то, зафиксировать. Охрана у нас присутствует на предприятии круглосуточно, собственно, они тоже страдают от этого, и не раз с вами говорили о том, что, ну, крайне тяжело дышать, когда это все сгорается, поэтому мы только за, и, ну, машины какие, ну, у нас, правильно говорить, у нас тупиковый, через нас, мы заедем на ту свалку... Тихая, там просто, ну, не проскочить, достаточно тяжело, да, поэтому нужно будет, мы позвоним, если там зарегли, там кто-то, скажите, что да. Мы неоднократно уезжали на сжигание отходов, не РТИшных, сразу же говорю. О, не РТИшных. Да, не РТИшных, уточняю. И вот могу рассказать такую историю, что, как правило, даже ночью там находится несколько сотрудников в соседних организациях, которые знают, видят, где и что горит. Но почему-то звонки в ЕДС и, соответственно, в пожарную службу совершаемые. То есть нам надо приехать через весь город, найти этот источник, и мы видим, что несколько сотрудников с соседних организаций прекрасно просто едят и наблюдают за этим костром. Даже более того, вот, когда выезжали на эту свалку, когда мы туда приехали, там находилось два сотрудника с соседних организаций. Я не знаю, из каких организаций. Это к тому, что сотрудники, хоть и жалуются, но каких-либо активных действий они не предпринимают.